Мне сейчас бы хотелось обратиться к президенту Путину, коль скоро мы говорили о зависимости от продажи нефти и газа. Я хотел бы вам упомянуть, Владимир Владимирович, только что вышедший доклад Министерства финансов США, где говорится, что якобы удалось помешать России продавать нефть на международном рынке иначе, как с 25% скидкой. И они, конечно, объясняют это своими ограничениями, потолками, установленными Евросоюзом и так далее. Вопрос из двух частей. Первое, насколько, с вашей точки зрения, эта оценка из Вашингтона соответствует действительности? И второе, что вы делаете, чтобы Россия получала больше за свою нефть и газ? Прежде всего, хочу сказать, что любые нерыночные ограничения мировой торговли в любом секторе, они контрпродуктивны. Вредны для всей мировой экономики, для всей мировой торговли, а значит, наносят ущерб и тем, кто инициирует процессы подобного рода. Мы, когда принимаем соответствующие решения, вы знаете, наверное, мы на нормативном уровне тоже приняли решение, ограничивающие работу наших компаний с теми, кто вводит какие-то ограничения на наши товары, в том числе в сфере энергетики, включая нефть. Это соответствующим образом, в свою очередь, влияет на мировые рынки, выстраивает ценовые показатели. И в конечном итоге мы вместе с теми, кто рассуждает здравыми категориями и проявляет истинную заботу о здоровье мировой экономики и мировых энергетических рынков, имея в виду прежде всего наших партнёров по ОПЕК+. Принимаем такие совместные решения, которые минимизируют для мирового экономического сообщества и мировых энергетических рынков и негативные последствия, которые возможны при принятии политически мотивированных решений в области экономики. Конечно, эти ограничения имеют негативные последствия и для нас, но, во-первых, для разных рынков это разные скидки. Это первое. И в некоторых случаях скидки являются минимальными. А, во-вторых, как я сказал, все эти скидки так или иначе влияют на мировую ценовую конъюнктуру, и в целом она на таком уровне находится, который нас вполне устраивает. Добыча растёт, и нас это вполне устраивает тоже внутри страны. Объём и продаж приличные. Да, это сказывается на доходах бюджета, это безусловно. И цены на газ, и объёмы продажи газа на известные рынки, прежде всего на европейские. Ну, происходит постепенная замена одних рынков на другие рынки. Никакой катастрофы мы здесь не видим. Это заставляет наши компании действовать более энергично, искать новую логистику, искать новых партнёров, и они находят. Это заставляет наши компании действовать более профессионально, что ли, не просто довести товар до порта и продать его. Мне не хочется обо всех говорить, инструментах. Приобретают активы за рубежом наши компании, перерабатывают в нефтепродукты. В целом нефтегазовый рынок России находится в хорошем состоянии и имеет блестящие перспективы развития. Вот, господин президент, Алжир тоже входит в эту группу ОПЕК+. Мы и с Алжиром вместе советуемся при принятии этих решений в рамках этой организации. Должен вам сказать, что все решения в рамках ОПЕК+, по снижению добычи, в том числе и прежде всего, они носят деполитизированный характер. Они не связаны ни с специальной военной операцией России, ни с какими-то другими коммунитурными соображениями. Они связаны с вопросами экономической целесообразности, как для производителей, так и для потребителей. И в целом нам удаётся совместными действиями балансировать рынок. Спасибо. Владимир Владимирович, вам хорошо известно, что когда на коллективном Западе говорят о санкциях против России, то сейчас появился новый элемент. Говорят не просто о том, что надо наказать Россию, но что надо ограничить возможности России, конкретно вашей возможности, как Верховного Главнокомандующего, мобилизовать экономические ресурсы для противостояния коллективному Западу на Украине. В частности, говорят о том, что нужно не столько усилить санкции, сколько помешать, чтобы кто-то и как-то их обходил. Причём эти санкции трактуются, как любят говорить на Западе, не просто на уровне законов, но и на уровне правил. То есть, вот мы не хотим, чтобы у России были деньги продолжать войну, значит, в этих деньгах нужно отказать. И не секрет, что имеет место большое давление и на многие страны, включая даже Китай, Индию, но и на конкретные компании. Что происходит на этом направлении? Чувствует ли Россия уже новое санкционное давление? И удаётся ли Вашингтону, Брюсселе и Лондону помешать России получать столь необходимые для вооружённой борьбы средства? – Дело ведь не в средствах наведения вооружённой борьбы. Дело в развитии нашей страны. В мире происходят, как я уже сказал в своём вступительном слове, глубокие трансформации. Ведь мы начали переориентироваться на рынки азиатских стран, на Африку, на Латинскую Америку не вчера, задолго до начала трагических событий на Украине. Задолго. А почему? А потому что тенденции мировой экономики меняются, потому что новые лидеры поменяются. Ведь темпа роста торгового оборота, скажем, между Китаем и странами еврозоны больше даже, чем темпа роста наших торговых отношений с Китаем. Когда я слышу, что вот, Вы попадёте в зависимости от Китая, а Вы не попадёте, Вы уже давно попали. Понимаете, в чём дело? Ну, попали давно уже. И ничего, вроде как, им хорошо попадать. А у нас хорошие, не просто добрососедские отношения, и с Китаем, и с Индией, и с другими странами. Там же и другие страны развиваются огромными быстрыми темпами. Индонезия, например. Огромный рынок, понимаете, и быстро развивается. Латинская Америка также будет развиваться. И сейчас развивается, и будет развиваться. И в Африке огромные возможности. Да, там много проблем, но это, знаете, они на подъёме все, на подъёме. Поэтому все попытки искусственно ограничить приводят к тому, что от этого в большей степени начинают страдать те, кто вводят эти ограничения. Нас это не может радовать, но это не приведёт, не приводит и не приведёт к наступлению таких обстоятельств, которые помешают нашему развитию. Я же приводил цифры. У нас и торговый оборот растёт, и макроэкономика устойчивая. Со второго квартала прошлого года, уже со второго квартала у нас рост отмечен. У нас рост экономики со второго квартала прошлого года. Сейчас 3,3. Ну, по концу года там, конечно, скорректируется всё. Ну, будет, допустим, полтора-два. Ну, в целом, конечно, хотелось бы так, как в Алжире, иметь там 4 и больше, или как в Индии, они сейчас лидеры вообще. Вы понимаете, заставить другие страны тупо следовать чьим-то интересам в современном мире сложно, а подчас практически невозможно. Ну, как можно заставить какую-то страну с многомиллионным населением сказать, «Не покупайте у России зерно, голодайте, пусть ваши люди умирают от голода». Ну, кто так может сказать? А если кто-то может, какой-то придурок так и говорит, его слушать не будут. Не будут слушать, в этом вся проблема. И вот те люди, которые это делают, они в конце концов должны понять, что это контрпродуктивно не только для какой-то мировой экономики непонятно какой, на первый взгляд. Для миллионов людей неприемлемо, но неприемлемо. Вот говорили о необходимости бороться за окружающую среду. Но в Европе резко увеличилась угольная генерация. Причём делают это те люди, так называемые «зелёные», которые ещё вчера больше всех кричали о необходимости угольную генерацию закрыть полностью, атомную генерацию закрыть полностью. Сегодня всё – и атом включают, и уголь включают. Причём в структуре энергетики, скажем, некоторых европейских стран этот уголь уже в разы больше, чем в России. Всё забыто, выброшено на помойку, вся эта болтовня. А в том числе и потому, что прежние решения были экономически неоправданными совершенно. И для них только выгодно сегодняшнее состояние, сегодняшний кризис на Украине. Это повод для того, чтобы прикрыть свои экономические ошибки и в энергетике, и в финансах. Они же довели ситуацию до резкого роста инфляции. Почему? Да потому что бездумно вваливали деньги в свою экономику триллионами. В Штатах, по-моему, я скажу, 9 триллионов влили, я сейчас не помню, боюсь, ошибиться. В Европе 5 триллионов евро. И инфляцию подстегнули. Не мы сделали это, они сделали ещё до всяких ситуаций на Украине. Теперь свои ошибки прикрывают тем, что надо Россию наказать. И Россию делают крайне. Нет, так не получится. Я не знаю, вот, господин президент, как относится к нашему сотрудничеству в области ОПЕК+. Я думаю, вы согласитесь, это наша совместная работа носит абсолютно дополитизированный характер. Я полностью согласен с моим большим другом Владимиром Путином. Все мы в нашей экономической деятельности понимаем, что есть попытки политизировать те или иные экономические решения. Экономика не должна быть политизирована. Поэтому сегодня, если вы позволите мне, я добавлю немножко к тому, что вы сказали. Сегодня мы видим новую холодную, необъявленную войну. Экономическую войну. Она неестественна сама по себе, такая война. Потому что есть разница между тем, что происходило в начале 50-х годов, и тем, что происходит сейчас. Ведь потребности, естественно, изменились. Конечно, мало стран, которые производят такое количество зерна, как ваша страна. Никто не может заставить вас отказаться от вашего курса в этой политике, в том числе в области сельского хозяйства, поставок зерна. Я надеюсь, что люди всё-таки образумятся, те, кто выступают с такими безумными инициативами, и будут проводить нормальную экономическую политику. Спасибо. Так что, Дмитрий, я вот ещё буквально два слова. Действительно, заставить страны следовать, тупо следовать требованиям некоторых нетружественных нам государств, которые борются с Россией на системной основе десятилетиями, невозможно. Ведь и средства, которые они используют. Давайте вспомним кровавые события у нас на Кавказе в конце 90-х, в начале 2000-х. Что происходило? Все проклинали Аль-Каиду. Но когда Аль-Каида начала воевать против нас на Кавказе, забыли всё. Если можно использовать что-то в борьбе с Россией, используется на полную катушку. В том числе и та же самая Аль-Каида использовалась. Сегодня используют неонацистов на Украине. Забыли, что они неонацисты. Никто не вспоминает, ни слова ничего не говорит. Поставили там во главе известного человека, который прикрывает всю эту комарилью неонацистскую. И вперёд. Никто не слышит. Вот мы с вами сейчас посмотрели, показали этот ролик, который я попросил показать, где бандеровцы ходят под нацистским флагом и людей убивают. Вы думаете, что кто-нибудь воспроизведёт там? Нет. Это будет информационная блокада, потому что используют этот механизм в борьбе с нами. Также используются в борьбе с нами и энергетические инструменты, и продовольственные, и финансовые, и так далее. Но, повторю ещё раз, мир меняется, меняется очень быстро. И эффективность этих инструментов обнуляется и наносит ущерб прежде всего тем, кто пытается внедрить эти инструменты в борьбу с Россией. По поводу инструментов, Владимир Владимирович. Инструменты применяются не только против России, но вам приписывают применение интересного инструмента против Соединённых Штатов. Во многом экономическая и политическая даже мощь Соединённых Штатов строились на роли доллара в международной финансовой системе. И вот говорят, что вы используете нынешний конфликт, конфликт с Соединёнными Штатами, для того, чтобы запустить и убыстрить процесс донализации. Во-первых, так ли это? И во-вторых, в той мере, в которой это соответствует действительности, каковы у вас результаты этого процесса? Отказа от доллара, как гегемонии доллара в международной финансовой системе. Прежде всего, хочу сказать, и я надеюсь, что господин президент со мной согласится, потому что наши друзья внимательно анализируют, что в этой сфере происходит, в том числе в арабском мире и в Африке. И хочу вот что сказать. У нас никогда не было и нет цели дедоларизации российской экономики. И никогда не было и нет цели дедоларизации или влияния на дедоларизацию мировой экономики. Влияние той или другой валюты на мировую экономику напрямую связано с экономическим потенциалом страны, которая является эмитентом этой валюты. И экономика Соединенных Штатов является одной из мировых экономик. Правда, она теперь по паритету покупательной способности уступает китайской экономике. Китайская экономика обогнала по объёмам американскую. Но, тем не менее, это великая экономика, это очевидная заслуга американского народа, талантливого, дееспособного. Никто этого не отрицает. Просто сегодняшнее политическое руководство злоупотребляет доверие в американцы, доверие в американского народа. Вот я с полным знанием дела об этом говорю. В том числе, потому что, преследуя сиюминутные конъюнктурные политические цели, и это ещё вопрос, правильны ли это цели с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, они подрывают своё могущество, в том числе в сфере мировых финансов. Потому что, используя доллар как инструмент вооружённой борьбы, а по-другому и не скажешь, они порождают сомнение в надёжности американской валюты и как расчётного инструмента в мировой торговле, и как средство накопления, средство резервов. Резервы мировых стран с крупной экономикой в долларах сокращаются из года в год. Не так быстро, как, может быть, кому-то хотелось бы, но сокращаются. Так же, как сокращаются расчёты в мировой экономике в долларах, сокращаются расчёты и в евро, растут расчёты в национальных валютах, расчёты, скажем, в юанях, в некоторых валютах арабских стран. Не случайно вообще вне связи с происходящими в Европе событиями в Латинской Америке зарождаются идеи и проекты создания своих валют. Не случайно в арабском мире давно уже говорят о создании своей единой национальной валюты. В Азии об этом говорят. Растёт доля расчётов в юанях. Но если в ведущих арабских странах производители нефти сейчас говорят о том, что они готовы рассчитываться в юанях за нефть, ну, вы знаете, вот это мы здесь совершенно ни при чём. Но если эта тенденция будет набирать обороты на биржах, или будут появляться другие биржи по нефти и газу, и расчёты будут производиться не в долларах, но это начало-конца для доллара. Но это мы здесь ни при чём. Это они сами всё делают своими руками. Это даёт мне полное основание полагать, что сегодняшние политические элиты злоупотребляют доверием американского народа. И сами ведут дело к тем негативным последствиям, о которых я сказал. Это наводит на мысль по поводу другого вопроса. Вы имели дело с такими западными лидерами, как президент Ширак, как канцлер Шрёдерш, как премьер-министр Берлосконе. У меня впечатление, что когда вы смотрите сегодня на лидеров, по крайней мере, стран Европы, наверное, и Соединённых Штатов, вы имеете дело с людьми другого калибра. И одно отличие от предыдущих лидеров, которых я, кстати, не обвиню в излишней любви к России, одно отличие, что у тех лидеров было чувство здорового прагматизма, реализм в понимании, что действие рождает противодействие, что если ты идёшь на какие-то шаги против другой великой державы, то это может иметь для тебя любимого серьёзные последствия. Вот когда я смотрю на нынешних западных лидеров, у меня ощущение, что у них, ну, если хотите, какой-то отрыв от реальности. Конкретно, канцлер Шрёдз, президент Макрон, жалуются, что у них нет достаточных контактов с вами более широко с российским руководством. И одновременно они всё больше, используя ваше выражение, погружаются в войну на Украине. Спрашивается вопрос, считаете ли вы НАТО участником войны на Украине? И если НАТО является участником войны на Украине, то, в общем-то, трудно представить, что есть место для конструктивной дипломатии. Или я ошибаюсь? НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине. Ну, о чём мы говорим. Поставки идут военной техники, тяжёлой техники. Сейчас рассматривается вариант поставки самолётов. Собственно говоря, сегодня я уже говорил о том, что на одном участке предпринимаются попытки атак силами двух рот при поддержке пяти танков. На другом участке тоже полторы роты примерно при поддержке двух танков. Танки горят, несколько танков уничтожено, и это в том числе и леопарды. И вчера было то же самое. И вчера были леопарды. Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений в нет. Но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьёзная опасность дальнейшего втягивания в НАТО в этот вооружённый конфликт. Но что касается лидеров западных, вы знаете, я никогда не даю никаких оценок своим коллегам, как бы у нас ни складывались личные отношения, я считаю это некорректным. Я, кстати говоря, и о господине Зеленском ничего уже никогда не говорю. Но единственное, что вызывает моё полное неприятие, как можно поддерживать неонацистское отребие и возводить их в рамк национальных героев, вне зависимости от этнической принадлежности того или другого человека. Вот в чём всё дело. Вот это самое главное. Но я повторяю, не даю никаких оценок никогда никому. Но вы знаете, что я сейчас подумал? Я прошу прощения у аудитории. Вот совсем недавно из жизни ушёл бывший премьер-министр Италии господин Берлускони. Он многое сделал для того, чтобы выстроить нормальные долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО, о чём вы упомянули. Это был очень светлый человек и очень деятельный, энергичный. Я без всякого привлечения считаю его такой личностью мирового масштаба. Если меня не… Я прошу прощения у аудитории. Я бы попросил почтить его память минутой молчания. Спасибо. Что касается Ширака, это был человек энциклопедических знаний в полном смысле этого слова. Некоторые сегодняшние лидеры не имеют даже высшего образования, но такова специфика политической системы в некоторых странах, что выбрасывает наверх людей с такой, скажем, слабой подготовкой общеобразовательной и культурным уровнем. Вот я когда… Ну, сейчас тоже Ширака нет, Жака Ширака, он был крупным таким политическим деятелем. Я как-то его спросил, почему американское руководство так себя ведёт, ну, так агрессивно и так недальновидно действует в некоторых случаях. Он мне по-русски, по-русски ответил, потому что не культурные. Прямая речь. А связано это вот как раз с уровнем общего образования и понимания развития объективных процессов или недопонимания этих объективных процессов. Но несмотря ни на что, и как бы там что ни было, мы с уважением относимся ко всем нашим партнёрам. И я надеюсь, что сегодняшние вызовы, с которыми мы сталкиваемся, в том числе в сфере безопасности, приведут нас к пониманию того, что безопасность должна быть равной для всех, о чём мы всегда нашим партнёрам и говорили. То есть, Владимир Владимирович, несмотря на роль НАТО, коллективного Запада в войне на Украине, вы не закрываете дверь для дипломатии западными лидерами, и вы открыты поиску мирного регулирования, так? Мы не закрывали никогда. Это они её решили прикрыть в щёлку, заглядывают к нам с вашей помощью в том числе. Вы знаете, у вас была очень хорошая тема – это мировые валюты. Я не знаю, господин президент, на какой стадии рассмотрения есть ли сейчас что-то в арабском мире, что говорит о том, что наши коллеги продолжают думать над созданием единой арабской валюты? Что-то здесь происходит, я немножко просто упустил. Я хотел бы, чтобы это было так. Я думаю, что мы сегодня… Некоторые валюты сейчас как бы навязали себя всему миру, но я говорю от имени своей страны, от имени Алжира. Мы хотели бы, чтобы в ближайшем будущем мы примкнули к организации BRICS для того, чтобы освободили нашу экономику от некоторого давления, которому мы подвергаемся. Что касается единой валюты, то, дай бог, есть очень сильные валюты у нас в арабском мире, например, валюта Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов. Мы… Может быть, будут приняты такие решения, о которых вы сейчас говорите, как о возможных. Посмотрим. Спасибо. Как вы оцениваете уровень вашего диалога с Соединенными Штатами, с администрацией Байдена? Как вам хорошо известно, бывший, как он верит, будущий президент США Дональд Трамп говорит, что если бы он был президентом, то никогда бы дело не дошло до вооруженного конфликта на Украине, и что он бы смог его разрешить очень быстро. Как вам кажется, в данной ситуации есть ли конструктивный диалог с Соединенными Штатами, и возможно ли он, в принципе, на данном этапе? Что касается господина Трампа, то во время его президентства было введено очень большое количество санкций и ограничений в отношении России. Обращаю внимание, что никаких тяжёлых событий трагических на Украине не было, и в помине не было. Но, тем не менее, санкции выводились. Но не исключаю, что если бы была другая администрация, нам всё-таки удалось бы пойти по мирному плану урегулирования, которого и на Украине, и в западных столицах, к сожалению, просто отказались. Причём публично об этом сказали. А что касается контактов, то у нас практически никаких контактов нет. Но мы от них не отказывались. Если есть желание с нами вести какой-то диалог, пожалуйста. Не мы же с ними не ведём диалог. Они просто перевели этот диалог в сферу поставок вооружения. Ну, сейчас вот и сожгём всё, что мы поставили. Ну, посмотрим, что будут делать дальше. Ну, я же сказал, назвал количество. Примерно 30% тяжёлой бронированной техники уничтожено, поставлено. Ну, это не имеется в виду не Брэдли, там только и Леопарды, но по числу, по количеству. Он 218 танков, из них и Леопарды, и там 418, по-моему, бронированных машин, из них и Брэдли в том числе. Это, ну, по количеству. Но нет сомнений в том, что этот процесс дальше будет продолжаться. Но лучше бы, да, они пошли по другому пути и искали мирные средства разрешения спора. Но пока до этого не дошло, мы видим, что они пытаются одержать победу на поле боя. Ну, флаг им в руки, посмотрим, как это у них получится. Пока не получается. И вряд ли получится. Ну, вот что получается, и в Вашингтоне к этому относится, скажем так, благожелательность нисходительная, это что по России наносится, по российской территории, коренной территории, никем не оспариваемой, как российская территория, все больше и больше ударов, включая по Кремлю, включая террористические акты, организованные Киевом и в Москве, где погибла Дарья Дугина, и по Санкт-Петербургу, где погиб молодой блогер, ну и, конечно, удары беспилотником по Кремлю и так далее. Причем, получается, это такая интересная ситуация. С одной стороны, администрация Байдена категорически заявляет, что она такие действия не одобряет, что она таким действиям не способствует, что она никак не поощряла разрушение Северного потока-1 и Северного потока-2, но, с другой стороны, даже не претендует на то, что объяснили Киеву, что так действовать нельзя, и что такие действия могут иметь последствия для американской поддержки режима Зеленского. Как Вы рассматриваете такую позицию Соединенных Штатов, и как Вы собираетесь иметь с ней дело? – Смотрите, всё, о чём Вы сказали, это попытка спровоцировать нас на ответные такие уже серьёзные и мощные действия. Но вот эта попытка нанести ущерб Кремлю, резиденту и президенту Российской Федерации, атаки на Белгородскую область, соседние регионы России – это всё попытка спровоцировать нас на ответные действия. Ну, послушайте, вот если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Патриот, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений. Их много. Я потом Вам скажу об этих соображениях. Вам скажу пока. Не публично. Но такая возможность есть. Все это понимают. Все просто ждут, что мы начнём кнопки нажимать. Нет такой необходимости. Вот это первое соображение. Такой необходимости нет. Потому что противность на линии фронта успеха не имеет. В этом всё дело. И понимая, что успех маловероятен, вот нас и провоцируют на какие-то жёсткие действия в ответ, в надежде потом ткнуть пальцем в нас и сказать, ну вот смотрите, какие они злобные, какие они жестокие, и с ними нельзя иметь дело. И всем нашим партнёрам на это указать, с которыми мы сегодня сотрудничаем. Поэтому нет такой необходимости сегодня просто. Значит, но что касается того, нужно с ними вести диалог или не нужно, я повторяю ещё раз. Мы же не отказывались от этого диалога. Это они решили, значит, с нами диалог прервать. Но не хотят разговаривать, не надо. Они захотят. А мы посмотрим, в какой момент и о чём с ними можно говорить. Что касается на этих прилегающих территориях, это попытка отвлечь нас от основных возможных направлений вот этого главного удара, который они задумали. Попытка заставить нас перебросить какие-то подразделения, подготовленные на других участках боевого соприкосновения и так далее. Ну, здесь для нас ничего такого необычного нет. Мы просто будем спокойно реагировать, будем бороться с этим. Я уже сказал, если дальше вот эти атаки на наших прилегающих территориях будут продолжаться, мы рассмотрим возможность создания санитарного кордона на украинской территории. Ну, они должны просто понимать, к чему они это всё ведут. Мы работаем по военным целям, высокоточным оружием, большой дальности, большой мощности и добиваемся успеха по этим направлениям. Достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями, склады расположения личного состава, в том числе иностранных наёмников. Достаточно посмотреть, как работает наша техника по этому направлению. Ответ всегда есть. Просто мы его часто даже не пиарим, но он чувствительный, этот ответ. И противник об этом знает. Ну вот, относительно ответа, не мне вам говорить, что всё больше российских военных экспертов, и не только экспертов, начинают говорить о потенциальной возможности использования тактического ядерного оружия. Но это, естественно, только в чрезвычайных обстоятельствах, которых пока нет, и мы все надеемся, их не будет. Я хочу вам напомнить, что в своё время в Вашингтоне, когда вы его посещали в лучшие времена, вы встретились в российском посольстве с целым рядом американских экспертов, и в их числе был Джейм Шрезинджер, бывший министр обороны, и Брэнд Скаукрофт, бывший помощник президента по национальной безопасности. Это были те люди, кто в 70-е годы были наиболее ответственны за разработку американской концепции ограниченного ядерного удара. Это случай продвижения советских танков в Европе, к Ла-Маншу. И они говорили, они были вполне нормальные, очень компетентные люди. И они говорили, что, в общем-то, это является вполне не только законной военной тактикой, но и необходимой частью ядерного сдерживания. Потому что если единственный ядерный удар, который возможен, это удар стратегическим оружием, то это очень неубедительно, потому что кто на такое пойдёт, но если только совсем нет никакой другой возможности. А вот тактическое ядерное оружие, они говорили, является не только эффективным оружием при определённых условиях, но и частью ядерного сдерживания. Как Вы относитесь к этому? Отрицательно. Это использование ядерного оружия, безусловно, теоретически возможно. Для России это возможно в том случае, если создаётся угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитету существованию российского государства. Ядерное оружие создаётся для того, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости, во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия. Это первая часть. Вторая заключается в том, что у нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и всё время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Потому что это в данном случае, выражаясь суконным языком этих экономических терминов, это наше конкурентное преимущество. И, как вы знаете, мы вели переговоры с нашим союзным государством, с президентом Лукашенко, о том, что мы часть этого тактического ядерного оружия переместим на белорусскую территорию. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. Но только первые. У нас это первая часть. До конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью. Но это как элемент именно сдерживания, чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве. Но, Владимир Владимирович, Вы знаете лучше меня, будучи Верховным Главнокомандующим, что для того, чтобы сдерживание было эффективным, противник должен, по крайней мере, допускать возможность, что если сдерживание не сработает, Вы сделаете то, что потребует обстоятельства. Это правильная интерпретация? Господин президент, он к чему меня призывает или вынуждает, чтобы я чего сказал? Чтобы он напугал весь мир? Зачем нам весь мир пугать? Я уже сказал, что использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности. И вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении российского государства, будем использовать. Здесь сомнений нет. Но напомню, что единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие в отношении неядерного государства, этой страной является Соединённые Штаты Америки, которые дважды нанесли удар по японским городам Хиросиме и Нагасаки. Они посчитали, что они вправе это сделать. Такой прецедент создан Соединёнными Штатами. Владимир Владимирович, Вы извините, если я на Вас оказываю давление. Работа у меня такая. А вот что касается более приятных и важных тем, я хочу Вас спросить про место России в числе десяти ведущих экономических держав мира. Насколько я понимаю, сейчас вообще Россия по некоторым подсчётам, авторитетным подсчётам, на шестом месте. Думаете ли Вы, что МАБам удастся это сохранить и даже укрепить? Если так, то как? Сомнений нет, что в ближайшие годы мы сохраним. Это действительно шестое место, если считать ВВП, по паритету покупательной способности. Это Китай, США, Япония, Индия, Германия и Россия. В принципе, к этой когорте ведущих экономик мира приближается Индонезия, потому что быстро растёт население, быстро растёт экономика. Вообще в развивающихся экономиках происходят очень мощные процессы. Господин президент говорил о росте населения в Алжире. Но экономика растёт. Экономика растёт. У нас много интересных совместных проектов, которые будут безусловно развиваться. Сейчас действительно Россия занимает шестое место в мире по объёму экономики, по паритету покупательной способности. Я говорил о макроэкономической стабильности, о том, как складывается экономическая ситуация сейчас, и как мы её прогнозируем. У меня нет сомнений в том, что вот это шестое место мы, безусловно, обеспечим. Ну, посмотрим и дальше, как будем двигаться дальше. Потому что если в локомотиве европейской экономики в Федеративной Республике будут происходить те негативные процессы, которые мы сейчас наблюдаем, а там ожидается спад экономики 0,7%, по-моему, я могу ошибиться, но примерно так там безработица растёт, растёт инфляция. Вот у нас там 2,3 в конце года, может быть, будет около 5, а в Германии-то сколько там уже, не помню, где-то, по-моему, под 7, что ли, ну, что-то в этом роде, 5 с чем-то, но значительно выше. Понимаете, это необычно для такой развитой экономики, как немецкая. Вот если так будет происходить, так, может, мы даже ещё приподнимемся. Один из вызовов, экономических вызовов для России – это определённая нехватка высоко квалифицированной рабочей силы. И Вы говорили об этом, и говорили о мерах, которые тут принимаются. Один интересный момент – это то, что определённое число людей, квалифицированных особенно в области информационных технологий, что они уехали из России, когда была объявлена специальная военная операция. Я всё больше слышу, причём не только в Москве, но и в западной прессе, что они начинают активно возвращаться. Так ли это? И в той мере, в которой это так, приветствуете ли Вы этих людей обратно в своей стране? Вот мы только что встречались с президентом Объединённых Арабских Эмиратов, вот, и тоже говорили на эту тему. Много россиян сейчас в Эмиратах живут, работают ещё больше, наверное, в наших странах, в ближайших соседях, и в Армении, в Азербайджане, в Казахстане, в Узбекистане. Знаете, я здесь не вижу ничего плохого. Пускай люди поживут там, где они считают нужным, поработают. Но одно дело – жить в Москве, в одном из лучших городов мира, со всей его инфраструктурой, со всеми социальными благами и возможностями, а другое дело – жить в каком-то другом городе. Одно дело – жить в среде своего родного языка и культуры, а другое дело – в отрыве от них. Одно дело – жить среди друзей привычного круга связей, среди родственников и просто знакомых, которых время от времени хочется видеть, а другое дело – жить в отрыве от них. 50% по нашим скромным подсчётам тех, кто выехал, уже вернулось. Этот процесс продолжается. Но кто-то, если хочет жить в другом месте – ради бога. Но я уверен, что этот процесс, он скорее позитивный, чем негативный, потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты. И, господин президент Владимир Владимирович, последние два вопроса. Первый вопрос к вам обоим. Что бы вы хотели сказать не только тем, кто сидит в этом зале, но и более широко к многомиллионной, может быть, многомиллиардной аудитории, которая следит за вашими выступлениями? Будьте здоровыми и богатыми. АПЛОДИСМЕНТЫ И президент Альфиро. Благодарю вас. Наша единственная цель всего человечества – жить в мире и жить тогда, когда достигается прогресс, когда развивается экономика, и чтобы действительно осуществлялась реальная интеграция экономики и связей между народами. Но все войны в итоге от них проигрывают многие, так как они приносят с собой разрушения. И поэтому я бы пожелал всему человечеству мира, благозастояния, безопасности. И еще бы раз хотел воспользоваться этим случаем, чтобы поблагодарить его превосходительство, президента Путина, который был очень умеренным в своих высказываниях. И я хотел бы также сказать, что мы готовы внести свои посреднические усилия в конфликт вокруг Украины. И я делаю вывод из ваших слов, господин президент, что вы друг всего человечества, друг всех стран мира. Как и в Алжире, мы должны и любим всех, кроме тех, конечно, кто питает к нам вражду. Спасибо вам. Я хотел бы поблагодарить президента Алжира за то, что он нашел время приехать к нам. Все сидящие здесь понимают, что такое сегодня приехать в Россию, а особенно прийти на наше сегодняшнее мероприятие и здесь сидеть вместе с нами. Вот это и есть проявление и лидерских качеств, и характера, и уважения к своим собственным национальным интересам. У нас с Алжиром очень давние глубокие дружеские отношения. Мы с любовью относимся к алжирскому народу, который, по-моему, с 1954 года чуть ли не до 1962-1963 воевал за свою независимость и потерял в ходе этой борьбы полтора миллиона человек. И даже после того, как приобрёл независимость в 1962 году, да, ещё в 1963-1964 году французская армия проводила ядерные испытания в Сахаре, а, собственно, на территориях Алжира, и до сих пор последствия тяжёлые оставила там за собой. Но у нас и с Алжиром, и со многими другими странами региона, с Африкой в целом и с арабскими странами традиционно из десятилетия в десятилетие добрые, глубокие, без всякого преувеличения дружеские отношения. И мы видим, что лидеры этих стран руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами, при всём при этом, конечно, проявляют внимание к происходящим у нас событиям. И вот господин президент сказал сейчас об этом. Мы с ним долго вчера говорили, господин президент проявил большой интерес к тому, что происходит на Украине. И, конечно, вот сейчас он сказал это публично, а в разговорах тет-а-тет тоже высказывался в пользу мира и желание своё формулировало по поводу возможности участия в посреднических действиях. Мы вам благодарны, господин президент, и за вашу позицию, и за желание помочь и поддержать и наши, в том числе, усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине. Спасибо вам большое. Владимир Владимирович, последний вопрос, трудный, но в Америке был бы практически обязательный. В подобной ситуации, если бы спрашивали президента Байдена, его бы спросили, а что вы хотите сказать президенту Путину? Может, вы Байдена и ничего не хотите сказать, я не знаю, но вот какой основной урок вы хотели бы, чтобы президент Байден вынес на основе того, что вы говорили сегодня в этом зале, и более широко в отношении внешней политики России? Президент Байден взрослый человек и опытный политик. Не мне его учить. Пусть он делает так, как считает нужным, а мы будем делать то, что считаем соответствует интересам Российской Федерации и народа России. И с этим придется всем считаться. Ну что ж, Владимир Владимирович, вы не хотите давать советы президенту Байдену, но вы сказали, наверное, самое главное. И с этим придется всем считаться. Ну на этом, я думаю, мы и закроем это очень важное и интересное заседание. И огромное спасибо президентам России Алжиру. Это действительно была интересная и важная дискуссия. Спасибо. Спасибо вам большое, Виктор, за нашу совместную работу. Благодарю вас.